Мы продолжаем с вами книгу пророка Исаия, 43 глава, и мы с вами еще раз на черте в линию времени. И мы должны с вами осознавать видение пророков и основные события, которые происходят в пророчестве книги пророка Исаия. Итак, Исаия, где-то 740 год, начало пророчества 740 год, далее у нас идет 722 год, разрушение и взятие Самарии, северное царство Израиля перестает существовать, отводится в плен. Далее мы с вами видим начало пленения Индийского царства 606 по 586 год. Это Вавилонский плен. Было как минимум 3 пленения. И последнее было в 586 году и разрушение Иерусалима. Далее мы должны знать, что через 30, через 70 лет от вот этой даты, это где-то 535 год, был издан указ царем Киром, что все иудеи могут вернуться обратно. Это возвращение иудеев в Иерусалим. Возвращение иудеев в Иерусалим. Далее у нас идет вот это время с 535 года по, по-моему, 420 год. 420 год, это идет восстановление храма, восстановление государства Израиля. И 420 год, последняя книга, написанная в Библии, мы так можем сказать, что это последняя книга откровения Бога, которая завершает Ветхий Завет. Это книга Малахи, 420 год или 400 год. Далее идет так называемый период молчания, период молчания, когда не было написано ни одного пророчества, потому что все пророчества были уже сказаны. И период молчания в районе 400 лет. Итак, пророк Исаия, он говорит, говорит почти что о всех этих датах. Мы с вами видим 43-ю глобу, давайте также напишем, что здесь Иисус приходит, крест Голгофа, воскресенье. И между крестом Голгофа и тысячелетним царством пророк не видит никакого временного пространства. Для пророка Ветхого Завета, в частности для Исаии, нет никакого временного пространства между смертью и воскресеньем Иисуса Христа и между тысячелетним правлением. Тысячелетнее правление, иначе называется День Господень. День Господень. День Господень. Давайте мы сделаем здесь ссылку. Развернутый временного промежутка. Итак, вот он, крест Голгофы. И далее идет День Господень, тысячелетнее царство. Это царство Христа. И пророк видит, что перед наступлением Дня Господня, День Господень это царство, перед наступлением Дня Господня, время скорби. Время скорби. Время скорби, когда Бог будет изливать свой гнев на этот мир, произведет суд над народами, произведет суд над нечестивыми, произведет суд над дьяволом, над демонами. Итак, это тоже мы должны знать. Когда пророк смотрит на пророчество, то он видит, что крест Христа, его смерть и воскресенье, и тысячелетнее правление идет одна за другим. И сразу же наступает День Господень. И в Писании говорится, в книге пророка Исаии, что перед наступлением Дня Господня будет скорбь, и когда наступит День Господень. И Господь, так как мы уже с вами перешли в, как бы сказать, в новозаветную часть книги пророка Исаии, то мы здесь видим, что Господь называет, называет рабами, первое, называет мой раб, это раб, это Израиль, Израиль, и второе, мой раб, это раб Мессия, Мессия. Иначе говоря, служить, служить. Далее Господь называет себя, называет себя, разными именами. Итак, 43 глава, 10 стиха. О Моих свидетелях говорит Господь Вы, то есть Вы, народ Израильский, и раб Мой. Кто это раб? Раб Мой, Мессия, которого Я избрал, что Вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Мы пишем здесь. Спаситель. Спаситель от чего? Хороший вопрос. Евреи думали, что настанет спасение, и что Господь спасет их, от всех врагов их, от тех, которые ненавидели их со всех сторон. В частности говоря, от власти языческих царств. Одно из них было, есть Ассирийское царство, сначала Ассирийское, потом Вавилонское, потом Медоперсидское, потом Греческое, потом Рим. Евреи думали, что Господь спасет их от владычества этих царств языческих. А на самом деле, спасение намного глубже простирается. Спасение от дьявола, аминь. Спасение от греха, спасение от ада, спасение от смерти. И Господь говорит, Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, возвестил, а иного нет у Вас. И Вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог. От начала дней Я тот же, аминь. И, давайте напишем, Я тот же. Так здорово, что эти все вещи мы с вами можем посмотреть в Новом Завете. От начала Я тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю, и кто отменит это. Так говорит Господь Искупитель Ваш. Какое еще имя? Искупитель. Так говорит Господь Искупитель Ваш. Святой Израиль, ради Вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь Святой Ваш. Святой Ваш. Далее. Творец Израиля. Творец Израиля. Царь Ваш. Царь Ваш. Творец Израиля. Царь Ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезем. Выбитший колесницы и коней, и войска, и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильня погасли. О чем говорит здесь Господь? Господь говорит об исходе евреев из Египта, 1450 год. Господь говорит, я тот, который вывел колесницы и коней, и войска, и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильня погасли. Итак, до этого момента мы с вами видим, что Господь желает, чтобы народ израильский вспоминал, как Бог вывел их из земли египетской. Для этого и Пасха, для этого и праздники, для этого пасхальная вечеря, когда встает сын, например, главы семьи, и там все накрыто на столе, и он спрашивает, отец мой, расскажи, что это за праздник? И отец начинает рассказывать, это тогда, когда мы были рабами в земле египетской, и потом Господь взял нас за руку, вывел нас из царства фараона, разделил Черное море, провел нас по пустыне, разделил Иордан и вел нас в землю обетованную. Это то, что произошло. Но послушайте, что сейчас Господь говорит. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляйте. Аминь, видите, да? Но вы уже не вспоминаете прошлое и о древнем не помышляйте. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шаркалы, страусы и так далее. Господь говорит, это было, но вы теперь уже о старом не помышляйте. Сосредоточьтесь на том, что я творю нечто новое. А что у нас новое? Сын мой грядет. Аминь. Мой сын грядет. Теперь вы уже думаете о новом. Потому что я начинаю вам открываться как Спаситель. Я тот же Искупитель, Святой, Творец, Царь. Я открываюсь вам личным образом. Далее. 43 глава 22 стих. «А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и тукан жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами своими затруднял меня, беззакониями отягощал меня». 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления ради себя самого». Ради кого? Господь говорит «Я все это делаю ради себя самого». Поэтому и благодать. Помните одно из занятий пастора Стивенса? Там было такое определение, что человек никоим образом не является тем, из-за которого явилась благодать. Аминь. Вы со мной? Человек не является тот, из-за которого или по причине, которого была дана благодать. Благодать была дана из-за… Господь бы говорит «Я сам из-за самого себя даю благодать и даю своего сына». Потому что в грешном человеке ничего нет, чтобы могло бы подвигнуть Бога и сказать «О, Он заслужил что-то и я должен ему это сделать». Нет. Господь говорит «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помянул». Здорово, да? Запомните это слово. «Грехов твоих что? Не вспомнил». Ой, как здорово. «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Про отец твой согрешил, когда твои твои отступили от меня и так далее». 44 глава. «А ныне слушай, Иаков, раб мой». Кто раб? Иаков или Израиль. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери». Господь несколько раз в книге про Исаии говорит, что это Я создал тебя. Это Я помогаю тебе от того момента, когда ты вышел из утробы матери. И мы с вами видим, что Господь скажет Иеремии, что когда ты еще был в утробе матери, я избрал тебя и пророков над всеми народами поставил тебя. Далее. Здесь говорится «Не бойся, раб мой, Яков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я и залью воды на жаждущие, и потоки на иссокшие, и залью дух мой на племя твое». И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень». Про что это идет речь сейчас? День Господень, тысячелетнее царство. В книге пророка Иоиля, здесь написано, что я и залью дух мой. Какой дух? Святой дух. Здесь не говорится о церкви, хотя на церковь была, был извин дух святой. Здесь говорится то же пророчество, которое сказано в книге пророка Сафонии. Давайте мы с вами откроем. Книга пророка Иоиля. Иоиля, вторая глава. Как вы со мной? Как у вас дела? Хорошо. Книга пророка Иоиля. Вторая глава, двадцать восьмой стих. Это пророчество в отношении Израиля. Здесь не идет речь для церкви. С другой стороны, это пророчество двойного исполнения, которое мы видим цитату из этого пророчества в книге «Деяния апостола» вторая глава. Итак, двадцать восьмой стих. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юношам вашим будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы до дыма». О чем это говорится? Великая скорбь, да? В это время произойдет следующее. «Я и залью Дух Мой на вас. Я и залью Дух Мой, Дух благодати и умиления перед наступлением Дня Господня». И здесь сказано «Я покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Аминь. «День Господень грядет, но его наступление будет великим и страшным». Само царство, день Господень, это царство мира, царство изобилия, царство, где Христос будет править над всей землей. Но до наступления Дня Господня, здесь говорится, что будут такие происходить вещи. А мы, когда читаем книгу Откровения, уже полностью видим, так что же будет перед наступлением Дня Господня. Аминь. Здесь в частности говорится, немного, а когда книгу Откровения мы проходим, там очень много сказано. Итак, дальше. «День Господень великий и страшный». В книге пророка, можете не открывать, я вам сам прочитаю. В книге пророка Малахии, в 4 главе, там сказано в 5 стихе. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Итак, перед наступлением Дня Господня будут происходить особенные вещи. 32 стих Иоиля. «И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Аминь. Помните вот эту вот главу, где там написано, что «Я увидел множество народов, которые стояли перед Агнцем с пальмовыми ветвями, и они восклицали, слава Богу». И тогда апостол Иоанн спросил у одного святого, вернее, святой спросил у апостола, знаете, какая это была? Это седьмая глава, седьмая глава книги «Откровение». Подошел и спросил у апостола Иоанна. И он говорит, эти, которые с пальмовыми ветвями, в белых одеждах, они откуда пришли? Иоанн говорит, я не знаю, господин мой. И тогда этот святой говорит, они пришли откуда? От великой скорби. Кто призовет имя Господня во время великой скорби, что спасен будет? Всякий, кто призовет имя Господня. А кто будут благовестниками во время великой скорби? 144 тысячи евреев, запечатленных в начале седьмой главы. Они запечатлены в начале седьмой главы книги «Откровение», а их дело, то есть плоты, явлены во второй половине седьмой главы. Это не бесчисленное количество людей, которые призвали имя Господня и спаслись. Аминь. А какое имя Господне? Иисус. Аминь. Смеляет. Иисус Христос. Больше нет другого имени, через которое можно было человеку спастись, только Господь Иисус Христос. Обратно в Исаию, 44 глава. У нас хорошее время, спасибо Господне. Итак, в это время, когда уже наступит тысячелетнее правление, 4 стих, и будут расти между травой, как ивы, при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей «Я Господень» и прозовется именем Израиля. 6 стих. Так говорит Господь Царь Израиля и Искупитель Его, Господь Савов. «Я первый и Я последний». Давайте напишем здесь еще раз. Здесь говорится «Я первый» и «Я последний». Кто это говорит? Бог. Аминь. «Я первый и Я последний». И кроме меня нет Бога. Здорово, да? Это означает «все остальные отметаются». Все остальные великие люди, я не знаю, кто угодно. Все остальные отметаются в пустое место. Ничего из себя не представляет. Суть человеческая глупость и пустота сатанинская. Дальше. Здесь сейчас мы посмотрим на определенные вещи, очень интересные. Что Господь говорит по поводу, как Он рассуждает по поводу глупости поклонения идолам. И что человек не может понять, что он что-то не то делает. Давайте мы с вами прочитаем. Двенадцатый стих. Давайте тринадцатый стих. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию. А с траконечным орудием делает на нем очертания. Потом обделывает его резцом и округляет его. И выбирает из него образ человека красивым видом, чтобы поставить его в домик. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями. В лесу садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом. Часть из этого он употребляет на то, чтобы было тепло. И разводит огонь. И печет хлеб. Из этого же делает Бога и поклоняется ему. Делает идола и повергается перед ним. Итак, Господь рассуждает здраво. Аминь. Что человек берет дерево, кусок, обделывает его. Часть он потратил на то, чтобы печь затопить. Часть он потратил на то, чтобы печь из хлеба, извините, из печь хлеб. Часть он потратил на то, чтобы сварить жаркое и ест досыта. А также греется и говорит, дальше стоит. Часть дерева сжигает на огне, а другую часть варит мясо в пищу. Жарит жаркое и ест досыта. А также греется и говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. И так здорово, да? Это все дерево. А из остатков, из того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним, молится ему и говорит, спаси меня, ты Бог мой. Не знают, не разумеют они. Он закрыл глаза ей, чтобы не видели, и сердца ей, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к сердцу своему. И нет у него столько знания и смысла. Аминь, вы со мной? У человека нет элементарного знания и смысла, чтобы не сказать, погодите, порассуждать. Это что, я взял полено, половину из него сжег на огне, чтобы согреться, потом другую половину испек хлеб, третью, третью часть, четвертую часть употребил, чтобы жаркое сделать, шашлычок пожарить. Правильно, да? И из этого, из вот этого вот дерева, разве сделаю я Бога? И здесь говорится, что нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег на огне, и на уголе его испек хлеб и жарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? 20 стих, он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение. Какое сердце? Обманутое сердце. Какое сердце? Человеческое сердце. Какое сердце? Лукавое и крайне испорченное, которое не умеет рассуждать. Я имею в виду, заблудится среди четырех деревьев, которое не умеет рассуждать и сказать, погодите-ка, кому я поклоняюсь? Здесь пастор Шибель и пастор Шайлер были в Индии, и вы знаете, это реальные вещи там. Какие-то там башки, какие-то там им приносят, там зерныши кладут, чтобы, самое еще, а какой-то бог там побольше, ему приносят первое, второе и третье, вы представляете, да? И это истуканы, и их там миллионы, миллионы. И можно было сказать, ты что делаешь? Ты кому поклоняешься? Есть ли в тебе смысл какой-то? Ты можешь рассудить? Так. И Господь говорит, нет, не может. Почему? Да потому что сердце обманутое ввело его в заблуждение. Он не может освободить душе своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. 21. Помни это, Яков Израиль. Ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня, и сглажу беззаконие твое, как туман, и грехи твои, как облако. Где изглажу? Где изглажу? На кресте Голгофе. Это прямое указание. И сглажу, как туман, и как облако грехи твои, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, леса, все деревья, ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле. 25 стих. Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. 26 стих. Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен. Все, погодите-ка, что это такое? Ты будешь населен. А разве сейчас, в 740 году, или там в 725, или в 700, разве Иерусалим не населен? В это время этот город, во времена царя Озии, он приобрел могущество, богатство в нем там было полно. Во времена царя Иезекии тоже, Иезекия был благословенным. И Иерусалим населен. О чем ты, Господи, говоришь? Что Иерусалим будет построен? Так он сейчас стоит на месте. Как это он построил? Далее. Ты будешь населен, который говорит Иерусалиму. Ты будешь населен, и городам иудинам вы будете построены, и развалены его я восстановлю. Который бездне говорит, и сохни, и сохни, и реки твои я иссошел. Дальше, слушайте внимательно. Который говорит. Который говорит о Кире. Спасибо. Который говорит о ком? О Кире. Кто такой Кир? Когда это сказано? Вот здесь это сказано. Который говорит о Кире, пастыре мой. И он исполнит всю волю мою. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Интересно? Давайте мы с вами откроем книгу Ездрю. Книга Ездрю. И у нас пять минут, и будет переверно. Книга Ездрю, первая глава, первый стих. В первый год, год кого? Кира. Кира. Когда было сказано о порочестве, что Иерусалим будет восстановлен? Где-то конец 70-70-х годов. А здесь говорит Господь в книге Ездры. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Как говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь». Вы внимательно запоминайте, что здесь говорится. Итак, кто это? Царь Кир. Аминь. Это говорится, что он царь какой? Персидский. Далее, здесь говорится, что «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудеи». Что это за время? О каком времени говорится? Это вот это, 535 год. В 535 год царь Кир издает вот этот указ, знаменитый указ, что все евреи... Давайте прочитаем. Вот третий стих. «Кто из вас, из всего народа Ему, да будет Бог его с ним? И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудеи, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители, вместо того, серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, и доброохотным даянием для Дома Божия в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Еудины, и Вениаминовых, и священники, и левиты». 7 стих. «И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который на Укунаоср взял из Иерусалима, и положил в доме Бога свой, и вынес их царь, царь Персидский, рукой у Мефриданта, сокровища хранителя, а он счетом отдал шешбацару князю Еудину». И этот указ издан, и царь говорит, «Идите все из народа Господня, идите и возвращайтесь». И что делаете? «Стройте, восстанавливайте храм Господень, восстанавливайте Иерусалим». А здесь сказано еще задолго в книге пророка Исаия, здесь 28 стих, который о Кире говорит, кто о Кире говорит? «Пастырь мой, он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». 45 глава. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, и заборы железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища, и скрытые богатства, дабы ты и познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». Вы знаете, немалое, если Бог Израиля называет тебя по имени. Аминь. Это немалая вещь. Если Бог называет меня по имени, а здесь говорит, что я назвал тебя по имени ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. Да, конечно, не знал меня, царь персидский, царь языческой империи. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного. Далее. Девятый стих. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепов черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израилев, и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Это означает, вы хотите мне указывать, что мне дальше делать и как использовать детей ваших? Вы думаете, что вы их родили себе и будете им и их вести в том, что вам нужно? Господь говорит, да нет, это все дело моих рук. Я создал землю, сотворил на ней человека, я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал я закон. Далее. 14 стих. Так говорит Господь. Труды египтян, торговли эфиоплян, и совейцы, и люди рослые к тебе придут и будут твоими. Они последуют за тобой и в цепях придут и повергнутся пред тобой и будут умолять тебя. Говорят, у тебя только Бог и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, спаситель. Аминь. Спаситель. 21 стих. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен. Это означает, кто сказал в 740 году о том, что произойдет в 535. А? Кто сказал? Кто может так сделать? Ко мне нет, ибо нет, но не я ли Господь, и нет иного Бога кроме меня, Бога праведного и спасающего нет кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены. Все концы земли, ибо я Бог и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. И к Нему придут и устыдятся все, раздававшие против Него, Господа будет оправдано и прославлено все племя Израиля. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok